Здравствуйте, мне очень приятно снова с вами встретиться в этой студии и у нас к вам как заместителю председателя комитета Госдумы по обороне. Естественно, тот вопрос, который сейчас волнует умы и сердца миллионов россиян, это вопрос в действиях российского руководства России на Ближнем Востоке. Ситуация сейчас в центре внимания, она всех тревожит. И, безусловно, решение президента нашей страны, одобренное Советом Федерации о введении нашей авиации с постоянным базированием в Латакии и, конечно, о нанесении ракетных ударов калибром, новой модификации по базам ИГИЛ. Все это радикально меняет ситуацию и в глобальном плане, и в региональном плане, и с точки зрения взаимоотношений России и Запад. И, конечно, очень серьезно влияет и на саму Россию. Как бы вы оценили эту ситуацию именно в разрезе позиции Государственной Думы и профильного комитета? Почему сегодня это происходит? Почему 25 лет господствовал один хозяин, Госдеп Америка, управляли всем миром, устраивали различные революции, уничтожали тысячи людей, насто ждали управляемые реакционные режимы? И вдруг, после выступления на 70-й ассамблее президента России Владимира Владимировича Путина, который заявил о том, что организация объединенных наций должна выполнять свои функции, должна защищать тот народ, который попал в трудную ситуацию. Это Сирия, когда сегодня незаконные формирования во главе с Америкой, Францией, Австралией бомбят в течение года республику Сирия без какого-то эффекта, когда разрушается инфраструктура этого государства, когда США дала команду своим сателлитам уничтожить Асада, Башара Асада, потому что есть один человек, который им мешает, то есть они рядом уже всех разрушили, всех уничтожили. И, естественно, Россия дальше не могла быть сторонним наблюдателем, когда полностью уничтожается сам механизм использования международного права. У нас есть международное соглашение с Сирийской республикой. Руководство Сирии обратилось к Российской Федерации об оказании помощи, о спасении. И, естественно, президент принял такое решение и оказать помощь в выполнении международных соглашений, потому что если бы мы это не сделали, значит мы несостоятельны, значит с нами дальше бы никто не считался, с нами никто бы дальше не подписывал международное соглашение. Поэтому прежде чем туда ввести авиацию, был создан настоящий легитимный координационный совет. Ирак, Иран и Сирия. И, естественно, Россия. И наземные операции, которые сегодня происходят, они координируются этим центром, где спецподразделения этих трех стран четко, уверенно знают, где находятся командные пункты, где находятся склады вооружения, где находятся ремонтные базы. Именно по этим точкам точечно работает наша авиация. Честь и хвала нашим летчикам, офицерам, которые идеально выполняют свою задачу и показали, что не надо было год бомбить, погать пустыню, уничтожать сирийские города. Нужно работать так, как работает российская авиация. Точно, системно, целенаправленно. Но после того, как один из американских ястребов, шизофреник Маккейн, сказал о том, что необходимо поставить ИГИЛ еще оружие, которое могло бы сбивать наши самолеты, мы не можем допустить, чтобы гибли наши летчики. Исходя из этого, мы начали по согласованию, опять же, с международной коалицией применять ракеты средней дальности «Калибр». И мы показали миру, что Россия сегодня имеет высокоточное системное оружие, которое работает четко по террористам. И мы выполняем вторую задачу, о которой говорил президент. Мы не хотим повторения прихода в Россию международных террористов, которые были у нас на Северном Кавказе. А сегодня из 70% наемников, которые завербованы ИГИЛ, это жители Европы, это жители стран СНГ. В том числе есть и несколько сотен граждан Российской Федерации, которые воевали в Первую и Вторую Чеченскую войну. И зачем террористов пускать к себе домой? Их нужно уничтожить на том месте, где они сегодня находятся. Я уже приводил примеры, что Россия сегодня, это как хирург, который взял в руки скальпель, вырезает эту раковую опухоль. А метастазы, которые Америка допустила и развивает, это как раз следствие политики американского правительства. Видите, тысячи беженцев, которые сегодня пришли в Европу, среди них существует как минимум с каждой тысячи 10-20 высокоподготовленных профессионалов-террористов. И Европа в ближайшее время пожнет плоды своей такой политики, когда тупо, безответственно следуют указки из Капиталистского холма. Эти террористы начнут взрывать города, транспортную инфраструктуру, убивать жителей. Они, не дай бог, они туда пришли за этим. Они хотят сколыхнуть Европу, они хотят взорвать Европу. Они сегодня хотят показать, что в ответ на то, что Европа делала, обучала их, вооружала. Вот ответная реакция. И, естественно, сегодня Комитет по обороне Государственной Думы понимает о том, что мы сделали правильный, опережающий ход. Мы сегодня полностью в георитическом масштабе изменили ситуацию. Сегодня все мировые западные СМИ в истерике захлебываются, обвиняя нас в различных правонарушениях. Но если взять по всем параметрам, мы не нарушили ни одного пункта ни международных соглашений, ни международной конвенции. И, естественно, сегодня Западу нечего нам предъявить. Ведь все эти всплески, все эти выбросы ярости, гнева – это как раз показатель их несостоятельности. И слабости, да. И слабости. Они не смогли сделать то, что сегодня делает Россия. Естественно, сегодня полностью изменился формат однополярного мира. Он разрушается. Сегодня те политики Запада, которые поддерживали Америку, они резко теряют свой рейтинг. Если Англа Меркель постоянно занимала первые места в рейтинге политиков Германии, то сегодня она уже где-то в десятке. Если Франсуа Аллант, он сегодня имеет показатель, который не имел ни один французский политик. Наша задача заключается только лишь в одном – уничтожить мирородный терроризм, который мешает жить спокойно всем странам, в том числе и тем странам, которые сегодня выполняют миссию вассалов. Вот им дали задание, они и выполняют свою миссию. Но жители этих территорий, жители этих государств сегодня аплодируют Путину, который взялся за эту работу, и мы ее доведем до логического завершения. Очень любопытная картина, на мой взгляд, выстраивается, поскольку я, в свою очередь, 7 лет проработал в Сирии, в посольстве в нашем, сначала в советском, потом в российском. То есть имею некоторое представление о самом предмете, который мы сегодня обсуждаем. Мне кажется, что Башар Асад может выйти из этой истории уже не побитым или тем более раздавленным лидером страны, легитимным лидером, а может выйти победителем. Это совершенно разрушает и опрокидывает все планы Запада, потому что возникает очень интересная новая конфигурация. Во-первых, Россию уже никто оттуда произвольно не выдавит. Она реально уже там, она обоснована там, и она будет обеспечивать, и все это тоже понимают, постепенное урегулирование вот этого котла, с которого в Европу уже, по некоторым оценкам, в следующем году несколько миллионов может прийти людей, беженцев. Это может реально привести и к расколу, кстати говоря, Европы, и к ликвидации Евросоюза. Он уже сейчас трещит по швам, мы все это видим. Но самое главное, что образуется ось, где Башар Асад как победитель, конечно, при активнейшем содействии России, потому что мы обеспечили воздушное прикрытие, то, чего не было у сирийской армии. Сейчас она может спокойно наступать. Мы расчищаем ей почву и одновременно прикрываем ее с воздухом. С другой стороны, это Иран, который вышел из-под санкционной блокады Курды, безусловно. Иракское правительство, ослабленное, но уже обратилось за помощью к России. Палестинцы, те же самые, Левант. То есть, очень интересная конфигурация, которая не только возвращает Россию в число основных игроков ближневосточного конфликта и ближневосточной ситуации в целом, но и перемешивает все позиции всех основных участников. Вот это, мне кажется, тоже, если в региональном плане смотреть, очень долгоиграющая, очень перспективная для России ситуация. Так вот, самое главное здесь, то, что меняется вообще отношение, отношение к нашим действиям и отношение к НАТО, к Европо-Американской коалиции. Вы назвали страны, но мы еще забыли Афганистан. Конечно. Ведь когда пришли туда американцы, которые обещали уничтожить Талибан, навести порядок, после этого в десятки раз выросли наркотрафики, которые заполнили, в том числе, и Россию, террористические угрозы для Таджикистана. И, естественно, сегодня те граждане Афганистана, которые помнили именно ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. И то, что делают сегодня американцы, они уже сегодня на себе ощутили прелести такой вот и такой американской помощи демократии, когда просто уничтожаются ракетами больницы, врачи, больные. Не дай бог, если бы это сделали российские летчики, но сейчас бы все мировое сообщество собралось, сейчас бы уже совбез же собрался, уже начали, надо бы, клеймить. А здесь просто, ну, провохнулись. Такие летчики у нас в Америке, не специалисты. Вот, поэтому все эти страны, арабские, северная Африка, они, естественно, сегодня видят в России то, что мы можем изменить вообще мировой процесс. Мы можем изменить вообще отношения не только к России, но и к тем государствам, которые сегодня находятся под пятой Газдепа. Исходя из этого меняется весь мир. Уже четкая двухполярность, она вина. И никто не может против ничего сказать. Мы уверены, мы сильны, и мы делаем то нужное дело. Поэтому задача сегодня и Комитета по обороне, и вообще Государственной Думы на бюджет, который мы принимаем в 2016 год, затем в 2017-2018, это дать возможность нашим ученым внедрить свои новые разработки в области вооружения для того, чтобы был создан действительно мощный щит, чтобы ни у кого не было желания, даже у НАТО, кто приближается к нашим границам, не было никакого желания, никакой возможности, ну даже посудить нашу сторону. У нас есть такие разработки, у нас есть такие виды вооружения, которые необходимо серийно запустить, и тогда ни одна страна, ни один блок не сможет с нами соревноваться. Ну и мне кажется, психологически, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но Россия предупредила, это как бы месседж такой, который послание, которое мы направляем в сторону наших западных партнеров, в каких-то других сторон, которые, возможно, скалят зубы и вынашивают какие-то планы, что вот посмотрите, что ждет любого агрессора, любое посягательство на наши интересы. И очень, напоследок, еще очень, мне кажется, любопытный момент. Ну, во-первых, это интересно, как повели себя валюты, то есть рубль стал укрепляться. Что бы там, как собака лает, караван идет. Они, значит, с одной стороны, международные масс-медиа хают Россию, но инвесторы, люди трезвомыслящие, они прекрасно понимают, что это совсем другое. Россия показывает свои мускулы, показывает свою уверенность. А с другой стороны, мне кажется, все-таки вот сейчас где-то происходит переоценка ценностей. Даже та же ситуация на востоке Украины. Та же ситуация вообще с украинским режимом. Это отдельная тема. Я не хотел ее затрагивать, потому что для меня это больной вопрос, больная тема. Луганско-Донецкая область, это часть территории войска Донского. И когда этот подонок Герасченко, помощник Авакова, говорит, нам нужно, АГИЛ, передать все базы данных на летчиков, которые там воюют, для того, чтобы их уничтожить. Представляете, это мразь конченая. Когда они говорят о том, что необходимо поставить туда ракетные комплексы, чтобы взбивать наши самолеты. То есть, получается, сегодня это еще раз доказывает, что руководство Украины это пособник ИГИЛ. Это пособник ИГИЛ. И, естественно, народ Украины, чтобы не терять своих сыновей в этой бортубийственной войне, должен завтра гнать их поганой. Гнать поганой витой стереть с лица земли, очистить украинскую землю от этих подонков и восстановить те братские и славянские отношения, которые у нас были. Ну, дай Бог, что так оно и будет. Виктор Ильич, благодарим вас за время, которое вы уделили. И будем надеяться, что мы еще ни раз и ни два встретимся в этой студии. Спасибо. И обсуждаем самые актуальные международные и внутриполитические темы. Спасибо. Дай Бог нам успехов. Спасибо.